Деньги, продуктовые пакеты, фуршеты. Чем только не пытаются подкупить избирателей. Это делали всегда, делают и сегодня. Изобретают новые способы. Какие они и каков закон против них? Подробнее Ирина Романова. Гречка, сахар, масло, шоколад и агитка. Это продовольственный пакет 2014. Раздавали такой в спальном районе Киева на Троещине. На горячем гречка Сеев поймал правосек. Классические пакеты, которые со времен Черновецкого существуют. Нам известно, что взяла 7 квартир. Притом одни сначала, видимо, сомневались, а потом взяли. Местный сборник говорит, ходят такие горе-агитаторы по дворам каждый день. Я им говорю, не ходите, идите на АТО. Что вы тут лазите целым штатом? Я так и сказала. Так меня, пожалуйста, нахамили, обезвали, как хотели. Было зафиксовано на месте пакеты с продуктами харчувания и предвыборчие листовки. Сейчас на месте работает следовательная группа. Но продуктовый набор этой осенью далеко не единственное средство подкупа. Мы так же можем побудовать детский майданчик. И не только. Еще могут построить церковь, отремонтировать дорогу, организовать экскурсию. Причем сразу с фуршетом. Палуются этим в основном кандидаты-мажоритарщики. Багато комитетов не царается навіть возить своих выборцов в рестораны. Годувати их за податковые деньги, для того, чтобы эти бабуси, эти люди, которых они звезут, голосовали именно за них. Традиционное и новейшее средство покупки голосов избирателей демонстрировали сегодня общественные активисты на ярмарке подкупа. Организовали ее на Майдане незалежности. Еще недавно стояли палатки митингующих. На прошлых парламентских выборах подкуп избирателей был самым распространенным нарушением, говорит Александр. И хотя всегда на таких фактах переданы в милицию, никого так и не наказали. Василий приехал в Киев из Умани. Уверен, те, кто пытается пройти в парламент за счет купленных голосов, сразу нужно сажать за решетку. И рассказывает, как действует один из кандидатов в его округе. Он подкупывает за разным методом. Асфальтует, зубинки делает, двери вставляет. За такие нужно надевать наручники. Почему-то Влада так не делает. Вот этот кандидат Антон Яценко, более известный как крестный отец тендерных схем. В бытах депутатом отбьют еще в 2007-2009. Яценко обвиняли в том, что с помощью подставных компаний он похитил из бюджета почти 3 миллиарда гривен. Из Бурген прокуратура уголовное дело расследовали. Но вскоре власть поменялась. И Антон Яценко перебежал в ряды партии регионов. В 2012-м подкупить избирателей Уманского района ему не помешало даже то, что во время избирательной кампании Яценко фигурировал как виновник ДТП, в котором погиб человек. При Януковиче все дела против него похоронили. А тендерный барон придумал мошеннические схемы оценки недвижимости. Отличился и тем, что голосовал за диктаторские законы 16 января. Призывал Януковича силой разогнать Майдан. Сегодня Яценко как самовыдвиженец снова рвется в парламент. Вот как его встречают избиратели. Впрочем, уходил Яценко сильный соперник из блока Порошенко. Там провели внутреннюю иллюстрацию и вывели на поле битвы самых сильных кандидатов. Еще один из аудиозных регионалов Антон Яценко будет иметь меньше шансов пройти в парламент, потому что против него выступает сейчас кандидат от блока Петра Порошенко, пан Чудновский. Кстати, два дня назад Рада ужесточила ответственную за фотку по избирателям. Штраф и до двух лет тюрьмы. За деньги от кандидатов депутата или вот за такой продуктовый набор сегодня могут наказать и избирателя. Штрафом средствующих гривен или же исправительными работами до двух лет. А вот посидеть на лавочке имени кандидата можно абсолютно безнаказанно. Закон еще в силу не вступил, но многие избиратели и без этого отказываются продавать голоса. Я тоже так покупала, но сейчас у меня сознание переменилось. Я не буду за эти 200-400 гривен продавать то и тех ребят, которые здесь погибли, которые погибают в АТО. И начиная с малого можно продать больше.